Всех приветствую! Ну, как мы видим, все уже в курсе, что биткоин все-таки смог. Пробил он этот критический уровень, 9800. Такой мощный сквиз был, откат, и пошли мы дальше. Ну, что это значит? Ну, все, идут на перехай, значит, на 10500 с копейками. Что это такое получается? Ну, трудно сказать, давайте глобально посмотрю просто, что это такое. В принципе, давно уже рисовал, что вот эта волна D может быть больше. Скорее всего, этот вариант и есть. Но, что-то как-то несоответствие идет вот этого роста. Вот этой коррекции, вот этой маленькой волны. То есть, эта волна, по идее, не должна пробивать вот эти 13800. Но фиг его знает, куда оно прет. Потому что, на самом деле, сейчас крипту отвязали от остальных рынков, потому что акции падают, а это растет. То есть, ну, странно все. Видимо, такой финальный пам, чтобы всех шортил добить, чтобы всех ланги засадить. То есть, в чем? Какая психология этого движения? Ну, большинство боялось здесь покупать, думали, упадет. Потому что слишком долго оно не росло, посбрасывали позиции. Соответственно, когда мы уже вылетели выше, все начали покупать. Во-первых, видите, глобальную тренду вы пробили, закрепились выше. А во-вторых, еще такой мощный рост. Соответственно, все, народ начинает покупать, кто не успел. И в итоге средняя цена закупки будет, там, 10 тысяч, или, может быть, 10 500, 10 800 у толпы. Что после этого произойдет, естественно, повезут всех вниз. То есть, это, скорее всего, высоко не уйдет. Так как, примерно, все это дело метит, ну, наверное, на 10 800. И то не факт. То есть, тут в чем, вообще, на самом деле, что у нас шортилы где-то тут сидят. 10 500. И достаточно их сбрить. Ну, тут еще вот хайп. Ну, в принципе, та же цена 10 500. И чуть-чуть еще там сверху проторговаться, и потом важно вниз. То есть, опять, наверное, классический развод рисуют, скорее всего. Ну, что-то вот типа такого. Вот он тут замол, вот оно не падает, все ждут выше, а оно раз сюда. То есть, я примерно такого жду. Сработает или нет, не знаю, потому что сейчас реально такой рынок сумасшедший. И этот биток сейчас не до него. То есть, я шорт закрыл, и пока я туда не лезу. Но если будут какие-то подтверждения, то буду торговать. Покупать, естественно, я не буду, потому что тут готовится ловушечка такая, бычья. Но если будет что-нибудь такое, ничего-нибудь такое с подтверждением, то, наверное, вот в таком вот раскладе я, наверное, где-нибудь здесь шортану. Но до тех пор я, наверное, не буду сюда лезть, потому что опасно. Видите, тянут волну, явно тройка какая-то идет. Ну, короче, опасно здесь шортить. Если даже дадут коррекцию, то это не значит, что пойдет вниз. Скорее всего, примерно 10 800 куда-нибудь туда загонят. Вот такая идея. Что еще с эфиром? Ну, естественно, тут опять растяжение пошло. Опять же, вот он треугольник, вот она волна. Что это такое, как это разметить? Ну, это либо А, Б, С, и все, и оно пойдет на дно. Либо это все-таки была четверка, это пятерка, и это будет коррекция. То есть, по эфиру два варианта остается. Но, опять же, я не знаю, где хай, его могут дальше тащить. Ну, условно так нарисую, что пойдет выше, потом будет вариант вот так, весело сходить, потом вверх. И будет вариант, конечно, все вот сюда пойти. То есть, как обычно. Но, конечно, то, что тут повыше бали 300, но это как-то не, конечно, сильно. Но, видимо, там новости на эфире хорошие. На самом деле, самое интересное происходит на других рынках. Это, конечно же, бакс. И вот, в принципе, да как душили, так и душат. Еще ниже он пошел. И тут уже что у нас? Да, в принципе, я в прошлый раз все это сказал. Это идет убийство веры вообще в какой-либо доллар и бамп, экзит-бамп всех рынков. Соответственно, тут пробили довольно важный уровень. Там, где минус 4, там, если трендовые проводить, то он как бы... Следующий трендовый уже 92. И, ну, тут какие есть варианты? В принципе, жду на перехай, скорее всего. Но тут будет отскок, и потом еще могут не развозить. То есть, надо будет смотреть, как бакс будет отскакивать. Если у нас хочет тройкой, то это означает, что еще будет хвост на низ заход. Если нормально, так импульсно, ракетой, ну, как вот здесь, то это другое дело. То есть, он может вот так вот вырасти, а может вот так. Поэтому тут два варианта, но в любом случае отскок-то будет. Но, опять же, может еще чуть-чуть ниже провести. Почему? Потому что евро пока что что-то падать не хочет. Был у нас тут такой вариантик с конечной диагональю. Они взяли и сломали опять который раз. Ну, просто тупо прут на объемах. То есть, это называется корнер по-нормальному. То есть, это означает, что выносят в одну сторону даже откатов. Не дают никаких шансов. То есть, это признак того, что скоро-скоро развернется. Но когда развернется, не знают даже те, кто этот корнер устроили. То есть, сейчас на евро корнер, на золоте корнер, везде. На фунте, ну, тоже как на евро. Ну, по фунту, кстати, все четко. Все по плану. Но тут будет как минимум коррекция. По фунту там разные есть варианты. Пока не буду говорить. Давайте все-таки отложим вот эти все глобальные прогнозы. Что к чему? Потому что реально рынок сумасшедший. Поварю там сейчас пока точно. Не у тебя ничего сказать. Иену можно покупать как минимум на отскок. По франку, ну, то же самое, как минимум на отскок. Так, Канада. Вот по Канаде не знаю. Она тройка выросла. Вика его знает. Австралия. Видите, как бодро идет. То есть, это означает, что реальный вариант с перехайами все еще есть. Но с другой стороны, тут можно начальную диагональ разметить. Поэтому, вот как было два варианта, так и есть. Новая Зеландия, видите, почти на ходе. Ну, это означает, что, скорее всего, она его и выбьет. Поэтому сейчас евро лучше не шутить. Всякое там может быть. Что еще? Естественно, конечно же, золото тоже удивило. Как биткоин прет, останавливаться не хочет. Выбило оно хай. Ну, вот он уже сокращает нам варианты. Короче говоря, исторический хай там выбьет. Не буду показывать на дневках. Здесь у нас все еще интереснее. То есть, по золоту. Хотя, давайте по золоту нужно вот так смотреть. Вот он, исторический хай. По идее, он не должен был его выбивать. Но, опять же, корнер устроили. Все загнали в золото. Сейчас уже там, наверное, 95% верят, что там скоро 2000. Туды-сюды. Но обычно это плохо заканчивается. И тут какие у нас есть варианты? Что здесь у нас прошла какая-нибудь троечка. Я не знаю, как ее разметить, правда. Наверное, вот так. Аббцшечку. Потом здесь тоже троечка прошла. Здесь треугольник. Здесь такая растянутая. Но это, скорее всего, какой-нибудь такой вот форматик. Ну, кто его знает, короче, что тут будет. Но тут 5, вообще 5 должно быть. Давайте нормально нарисую. Короче говоря, вот что-нибудь вот такое вот. Можем увидеть. Это будет флэт у нас. И после этого реально пойдет ту зиму хороший такой. Второй вариант, что все-таки это уже рост. И хотя, наверное, есть вот такой вот вариант. Я недавно посмотрел. Там вот так и вот туда. То есть суть в том, что это может быть такая конечная диагональ. Что здесь была тройка, здесь тройка, здесь тройка, здесь тройка, здесь тройка. То есть золото скоро даст коррекцию как минимум. Потому что не может на таком сентименте оно долго расти. Но это как биткоин на 20 тысяч. Никто не знал, где там хай. Но все знали, что когда-нибудь его сольют. И войфрин, спи, слили. Золото будет так же. Вопрос в том, как его сольют. Сильно или не сильно. А это уже зависит от акций. Соответственно, смотрим акции. Что тут у нас есть. Здесь у нас веселье тоже продолжается. Здесь нужно помельче смотреть. Веселье продолжается уже вниз, а не вверх. Так, здесь у нас по акциям все плохо. В том плане, что падаем. И довольно серьезно падаем. Здесь вроде как импульс есть. Но вот идем по этому варианту. Давайте я перерисую. То есть на самом деле здесь есть вариант сразу вниз пойти. Есть вариант еще чуть-чуть расширить коррекцию. Потом вниз пойти. Опять же, куда вниз? Ну, пока что трудно сказать. Но тут, если обсудить по NASDAQ, там просто довольно интересная фигура. Тут, скорее всего, не хватает пятой волны. Вот, в принципе, как я рисовал. То есть мы сейчас вот в этой маленькой штучке находимся. Давайте я удалю все эти рисовалки, перерисую. Скорее всего, это четвертая волна. И тут вот такая фигура. Как это вывязать с S&P? Потом вниз. Не знаю. Но давайте думать. Скорее всего, оно может и не пробить дно, и расширить коррекцию. Вот по этому варианту сходить. Как раз такой расклад. Хотя, на самом деле, сейчас S&P отвязан от NASDAQ, они немножко несинхронно ходят. То есть, грубо говоря, S&P может сильно упасть, а NASDAQ слабый. Или наоборот. Но сейчас NASDAQ больше падает. Поэтому у него такая вот растянутая фигурка, там, а здесь тут чуть-чуть. Но в любом случае, человек все вниз смотрит. Ну, как вниз разметить, не знаю. По NASDAQ, конечно, можно там притянуть за уши, что эта тройка прошла. Но что-то я сомневаюсь, что он вырастет, потому что у нас S&P заходные. И как оно будет расти, это, скорее всего, никак. Что еще у нас интересного, это по Тесле. Можно посмотреть тут фигурку на часике. То есть, скорее всего, тут что-то такое треугольное. Оно будет вот так сделано. Потом вниз пойдет. Либо, либо, все-таки есть такой вариант. Ну, это если NASDAQ там очухается и пойдет вверх. В чем я пока что сомневаюсь. Ну, вот такие варианты по Тесле. А что еще? Ну, серебро там, как золото, тоже всех разнесло. Ну, по идее, тут уже там зона сопротивления 25-26. То есть, там оттуда уже пойдут продажи. Видите, уже свечки такие интересные рисуются. Ну, как минимум, коррекцию даст. Вообще, глобально серебро должно вернуться в четвертую волну свою. А на воду я уже рисовал 17-17,5. Ну, опять же, а где Хайзи, дофиг его знает. Так, по нефти. Вроде как выросли коррекционно, означает, что вниз пойдет. Ну, то есть, нефть подтверждает то, что акции вниз. И, соответственно, по рублю вариант вверх все-таки основной. Но не забываем, что он может еще дно обновить. Всякое может быть. Может быть, бакс садью, это на этом полетит. Или еще что-нибудь. И, в принципе, больше добавить нечего. Короче говоря, трудный рынок. Но акции надо шортить понемножку. С криптой пока не шучу. Не знаю, что там происходит. Но там явно 10-500 лет выбивать, может быть, после коррекции. И в бакс, скорее всего, даст какой-то коррект. Либо сейчас, либо чуть позже. Ну, пока такие идеи. И больше тут добавить нечего. И до следующей встречи.